так друзья ну что у нас непредвиденные непредвиденные затраты только что я загрузила этот белье и у нас навернулась машинка она конечно уже доживала свои не потому что она покупалась для квартиранта такая самая по максимуму дешевая но сейчас это так не кстати потому что было запланированный обмен кондиционера то что какая-то просто жопа как не кондиционер так газовый котел так пылесос ну короче какой-то у нас пошел неудачный момент я уже думала что все пылесос этот кондиционер заменим и пока мисс пока мисс все но нет приходится теперь еще ехать едем в общем посмотреть почем стиральные машинки максим посмотрел на амазоне говорю давай еще заедем в пару магазинчиков чтобы хотя бы иметь представление не на картинке а как она и будет так как и со столом еще знаете вот потому что вот привезут в одно время потом фиг и все подождите еще потом подождите еще хочу я в расстроенных чувствах все погнали у нас еще так получается папа пришел и говорит ой классно боль как я больше всего хотел поменять кондиционер конечно самый дорогой да но потихоньку нужно избавляться от этого что масло это безбожная электроэнергию осталось только машинка а у него вот знаете у него такой язык ему нельзя слово сказать вот если он только если он только сказал то все сейчас поставлю эту трусица и это я знаете я уже прям с ужасом смотрел на то что он говорит все следующее на выход будет машинка а я говорю нет говорю так папа говорю тихо тихо говорю ты только ничего не говори потому что я знаю что все вот если он только сказал обязательно это должно вот навернуться машинка это сейчас не самое как жизненно необходимое потому что то что на труба прорвала и дра вот это коридоре которая не там уже мозолит глаза ну сейчас уже ее заделывать не хотим потому что в общем нужно было бы хотя бы какой-то немножечко ремонтик сделать эти в наши люстры сумасшедшие которая все покупалось еще для квартирантов и все так тянется тянется в общем у кого это он когда был выбил почву из-под ног ну и а теперь еще и моя болезнь то хотя бы мы здесь работали как-то вдвоем хоть как-то ну хоть что-то могла помочь но хотя бы наверно еду а сейчас все только на максе держится вот и думали что хотя бы какой-то ремонтчик сделаем а потом уже эту дыру потому что просто дырку не сделаешь это нужно значит уже полностью все в коридоре немножечко освежить и все теперь бац так что поедем посмотрим вообще хотя бы что причем да вот эту развязку здесь делали возле нас что требует открою мы правда хотели этот планировали том что когда уже придет время менять нашу машинку мы хотели конечно купить мили ну ну короче посмотрим какие есть вообще цены естественно что будет теперь уже не мили а будет что-нибудь главное чтобы работала ну потому что и это конечно это такая машинка ведро с болтами такую плохо отстирывалась нужно было только на долгие какие-то стирки ставить ну так что погнали погнали вместе с нами посмотрим что она есть я расстроена ну потому что еще с работой знак вопроса с документами с этим всем и знаете когда ты переживаешь когда нет такой почвы почвы устойчивой под ногами то вот такие вот непредвиденные моменты жизненные немножечко огорчают пугают надеемся на то что боженька всегда все будет хорошо все мы погнали приехали мы в магазин в этот сейчас посмотрим почему тут а потом рядышком у нас еще этот мегамаркет или как он там называется посмотрим что там так симонс 10 килограмм 665 симонс семьсот шестьдесят один ну все мы пока все рублюк мирар давай как мегамарк 10 килограмм. И еще хотела, знаете, думала, с таким дополнительным лючком, но что-то тут я таких не вижу. Это что, это стиралки такие или что-то, или это посудомолка? 623 евро. Это написано. Эра это бомба. У нее сама, мы сама экономим. Не, ну, бека не хочу. И черная, да. И у нас она там стоит на улице. Это вот это будет все время в этом... Так, ну, еще тут мало. А потому что та на 8 килограмм, а это на 10 килограмм. Ну, может, какие-то одеяла, чтоб не носить, стирать. Вот этот, видишь, штуку. Как сделать, чтоб сломать? Нет, этот лючок же должен как-то открываться. Да нет, надо забраться как. Сейчас откроем, придется купить. Открой лючок, купи машину. Выдерни шнур, выдави стекло. Ты-то уверена, да? Она тут еще заклеена, я ее не смею. Ну, ладно. Потому что она не настолько мне нравится, чтоб ее купить. Ну, 6 тысяч за 400. Ну, она не экономная, просто, да. Тоже 6 тысяч. Ты-то говорила, посмотреть надо в интернете, что советуют по отзывам. Ну, что-то, чтобы было экономно, хотя бы минимум 1400 оборотов. Так, ну, поехали еще в тот магазин. Ну, а тут что-то тебе понравилось, посмотри пока. Смотрим вот такой вот LG. Последняя осталась 699 евро. Тут, получается, два в одном. То есть большая, и если тебе не нужно, еще внизу есть вот такая вот на 2 килограмма. Вот. Ты смотришь их отзывы или что? Так, вроде экономная, класс А, 3 плюса. Так. Тиодории Маленько вот так отъехали домой и вот это тут копыта это въехал нам в этот ехал нам в зад насколько наша машина крепкая и вот смотрите что с его машиной произошло что он не соблюдал дистанцию мы на вот этом светофоре стояли там еще съехали сюда ждем страховщиков ездуны блин на права невозможно у них сдать а ездить не умеют у меня шапка улетела блин открыли багажник проверить теперь этот погнул погнул сам это щелка и теперь все она видишь нет займа не вылезла там штучка то да его выгнула буду сейчас заполнять цену страховку это какой-то писец что за день просто вообще такие вот у машины я считаю не должны допускать которые вы считаете ну там не сильно так ударил на у него и все у него двери передние не открываются то есть защищенности пассажира минимальные наша девочка еще такая крепенькая ну я правда конечно так вообще лицом ударилась это даньям села впереди так лицом ударилась под этот подголовник в переднем сиденье я теперь представляю какой-то кошмар когда на скорости сильно летят ну ничего что делать бывают такие сложности просто так не вовремя вечно когда немножечко какие-то препятствия начинается как не одно так другое ну самое главное все живы и здоровы остальное все херня еще только сегодня позвонила в этот страховую что у нас уже в следующем месяце заканчивается страховка чтобы продлить представляете только сегодня поговорила про это и тут бах и въехал и вот теперь ни компот не открывается ни двери дядечка бедный в шоке ну следующий раз будет соблюдать дистанцию это же на светофоре летел так но все равно чисто по-человечески жалко конечно очень потому что сама водитель знаю что это такое ну машина из фольги моя девочка пусть надо только так вот сейчас если макса выдернут сегодня завтра теперь сейчас еще мне вот это вот этим заниматься поломки нет ну подняло багажники крышка ну сам этот капот подняло его вверх максим конечно за заглушил его нахрапом но ну ох и что что есть то есть гадство вот гадство что-то слишком много только 1uw такая тогда стреляет к see Продолжение следует...